МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это итоги недели, какими их видит редакция Альтекс.Медиа. В студии Алексей Соломаха. Здравствуйте. В выпуске представители экспертного сообщества региона одобрили концепцию пятилетки развития, предложенную Евгением Куйвышевым. Глава региона поставил перед областным правительством ряд важных задач по реализации программы КАТ-ремонта. Евгений Куйвышев поручил региональным и местным властям вплотную заняться увеличением инвестиционной привлекательности каждого муниципалитета области. Реализация проекта реконструкции исторического парка в Туринске как туристической достопримечательности получила поддержку главы региона. Артемовцы, не дожидаясь реакции местных властей, провели субботник на Песьянском кладбище. Последний, живущий в Артемовском городском округе, жительница блокадного Ленинграда, наши чиновники отказали в законной помощи. В дело вступили неравнодушные земляки. Уральские родоведы отметили свой праздник в Миронова. Для принятия важных для всего региона решений важно мнение экспертов. Пятилетка развития, инициированная Евгением Куйвышевым, получила одобрение специалистов. Напомним, Евгений Куйвышев в своей программной статье «Переломный момент» сформулировал цели, достижения которых позволят вывести Свердловскую область на лидирующие позиции среди субъектов Российской Федерации, что в конечном итоге положительно скажется на благополучии жителей региона. Для этого он поручил разработать и реализовать программу «Пятилетка развития», которая должна стать по-настоящему народной. Предложение в нее вносили не только представители власти, но и предприниматели, общественники и жители Свердловской области с активной гражданской позицией. Все инициативы были проанализированы и обобщены. Задача программы – закрепить эти позитивные тенденции, нарастить наши конкурентные преимущества, создать условия для роста социального благополучия и достатка уральцев. В основу программы легли более 300 предложений, поступивших от представителей самых различных сфер жизни и деятельности региона. В итоге был сформирован каркас программы, состоящий из пяти основных направлений. Развитие человеческого капитала, развитие экономики региона, комфортная среда для проживания, развитие малого бизнеса, а также развитие гражданского общества и местного самоуправления. Председатель Уральского банка Сбербанка России Владимир Черкашин отметил, что концепция программы выглядит очень современной, нужной. Она нацелена не просто на достижение контрольных цифр, а на улучшение жизни каждого гражданина. По словам Владимира Черкашина, специалисты банка сделали детальный анализ тех параметров, на которые должна выйти Свердловская область в соответствии с установками главы региона и проработали блок проектов, в которых Сбербанк готов принять участие. Директор по общим вопросам УГМК Владимир Белоглазов отметил, что идеям и прогнозным показателям, отраженным в концепции программы, предстоит дать детальное обоснование, чтобы обеспечить их достижение. Первый вице-президент Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей Михаил Черепанов заявил о том, что пятилетка развития должна стать документом, который сможет побудить к действию не отдельной элиты, а все население региона. Михаил Черепанов отметил, неоспоримыми плюсами предоставленной концепции являются ее лаконичность, доступность, четкая расстановка приоритетов, видимая забота о простых уральцах и амбициозность поставленных задач. Президент Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин назвал такой подход к планированию работы единственно верным для Свердловской области. Он также отметил важность привлечения к обсуждению концепции программы пятилетка развития максимально широкого круга общественности, в том числе представителей отраслевых союзов и бизнес-сообщества. Это как раз вот тот инструмент, который позволяет абсолютно однозначно, ну скажем так, минимизировать ошибки, поэтому, ну в моем понимании, это идеальная модель. Было бы очень неправильно, если бы мы стояли в стороне, потом бы нам спускался какой-то тренд, мы сначала бы соображали, как его на себя адаптировать, поэтому мне это очень нравится. Капремонт многоквартирного жилфонда – важная, но непростая задача. Глава региона поставил перед правительством ряд задач, выполнение которых позволит оптимизировать процесс, сделать его более качественным. Продолжить актуализацию краткосрочных планов капремонта с исключением из них ветхих и аварийных домов, принять меры по повышению собираемости взносов собственников в МКД, а также обеспечить комплекс мер для своевременного и качественного выполнения ремонтных работ 2017 года. Такие задачи на заседании правительства перед Кабмином и органами местного самоуправления поставил глава региона Евгений Куйвышев. В ремонте домов мы перешли на круглогодичный цикл работы. Но всё же весенний и летний период – это самая горячая и ответственная пора, позволяющая вести ремонт фасадов, крыш, систем отопления. Очень важно не упустить время. В 2017 году на Среднем Урале предстоит отремонтировать свыше 2400 многоквартирных домов, включая 596 домов прошлых периодов, площадью более 5 миллионов квадратных метров. Выполнить на них 12 727 работ. К настоящему времени все конкурсные процедуры завершены, определены подрядчики и уже началось выполнение строительно-монтажных мероприятий. В рамках подготовки к первенству мира, доложил заместитель губернатора Свердловской области Сергей Швинт, В столице Урала запланирована реновация 43 МКД. Затраты на работы по ней составят около 260 миллионов рублей. Обновление шести домов-объектов культурного наследия будет производиться за счет консолидированных средств областного и местного бюджетов. Два – за счет средств, находящихся на счетах регионального оператора. Четыре дома – за счет местного бюджета. И самый большой объем работ будет выполнен за счет процентов, начисленных на банковские депозиты регионального оператора. На них будет отремонтирован 31 многоквартирный дом. В этом году по предложению Евгения Куйвашева проценты в качестве поощрения распределены между муниципалитетами, обеспечившими по итогам 2016 года самый высокий уровень собираемости взносов. 385 миллионов рублей получили 33 муниципальных образования. За счет них в регионе будет обновлено 73 многоквартирных дома. В повышении инвестиционной привлекательности каждого муниципалитета Свердловской области работа не только для властей региона, но и местного руководства. Это подчеркнул Евгений Куйвашев на заседании областного правительства, посвященном вопросам инвестклимата. Мы в ближайшие пять лет с вами должны добиться существенного притока инвестиций, обеспечивающих необходимые темпы модернизации промышленного комплекса. Необходимо создать оптимальные условия для инвесторов. Сегодня надо дать зеленый свет всем перспективным для региона проектам. Евгений Куйвашев подчеркнул, что в Свердловской области не должно быть территорий, неинтересных для инвестирования. Также не должно быть отраслей, испытывающих инвестиционный голод. В рамках программы «Пятилетка развития» руководства региона и муниципалитетов должны учесть инвестиционные особенности всех отраслей, всех территорий Свердловской области. Напомним, что в марте на заседании правительства рассмотрена подготовка дорожных карт по реализации целевых моделей улучшения инвестиционного климата. Тогда Евгений Куйвашев дал поручение в течение ближайших двух месяцев обеспечить реальные результаты по упрощению условий ведения бизнеса в Свердловской области, а также в ежеквартальном режиме вести мониторинг реализации дорожных карт. Как пояснил первый заместитель губернатора Алексей Орлов, из 127 факторов, включенных в состав утвержденных дорожных карт, полностью реализовано более 32%. Остальные будут реализованы в течение года. К направлениям, где выявлен недостаточный темп достижения результатов, Алексей Орлов отнес постановку на кадастровый учет, подключение к системам тепло- и водоснабжения, присоединение к электрическим сетям, получение разрешения на строительство. При этом отмечено, что по ряду моделей установленный срок реализации составляет 4 года. Инвестиционная привлекательность – это не только производство и ресурсы. Туризм – это отрасль, способная приносить большие доходы. О развитии туристической привлекательности Туринска шла речь на встрече Евгения Куйвашева с главой городского образования. С Евгением Владимировичем очень приятно всегда работать. Он у нас уже бывал, видел сам город. Он сам был главой одного из таких же городов. Глава муниципалитета рассказал, что заручился поддержкой главы региона в реализации проектов, один из которых позволит развивать город как туристический центр. Речь идет о воссоздании единого исторического комплекса, связанного с пребыванием в Туринске декабристов. Туринск – один из старейших городов Урала. Он был основан в 1600 году как острог для охраны водного пути в Сибирь. Однако история города связана не только с освоением Сибири и походом Ермака, но еще и с восстанием декабриста, в некоторые участники которого были сосланы сюда. Сегодня в Туринске сохранились памятники того времени. Три дома, в которых жили декабристы – могильный мемориал Ивашовых, осужденного за членство в тайном обществе ротмистра кавалергардского полка Василия Ивашова и его супруги – француженки Камилы Ледонтью, а также парк, заложенный предположительно участниками восстания. Местные власти выступили с предложением реконструировать не только парк, но и воссоздать целый комплекс, связанный с историей декабристского восстания, в который входит дом-музей декабристов и другие исторические объекты. По словам Андрея Белоусова, жители муниципалитета полностью одобряют это начинание. Глава Свердловской области Евгений Куйвышев также поддержал инициативу туринцев и дал поручение по подготовке к реализации проекта. К местным новостям. Не дожидаясь, пока артемовские власти исполнят поручения главы региона по приведению в надлежащий вид мест захоронений, жители нашего муниципалитета сами устроили субботник на Песьянском кладбище. Вчера мы с Григорием Цанековичем и Сергеем прошли, Сергей попозже потом, прошли все кладбище по периметру, прошли по всему кладбищу. Мы увидели, что на кладбище в принципе порядок и чистота. У нас одна проблема здесь, то, что мы увидели. Это люди перед родительским днем собирали мусор, листья, ветки и сложили все между могилками в то место, куда нельзя заехать к транспорту, только вручную. И вот сегодня мы все, жители Артемовска, не будем политизировать это данное мероприятие, не будем сталкиваться лобами, просто наведем порядок. Пенсионер Сергей Никитин также призвал всех собравшихся быть достойными памяти наших предков. И не на словах, а на деле доказать, что Артемовский совсем не безнадежный город страны. И его простые жители достойны уважения. Отметим, в наведении чистоты на Песянском кладбище вызвались и пришли представители общественных организаций, депутаты, молодежь, жители города. Откликнулись и не испугали снега с дождем за шестидесятники, о которых, кстати, депутат Думы Артемовского городского округа и главный редактор печатного издания Акзам Шарафеев в свое время высказывался, что члены организации, кроме как разговоров и посиделок, больше ни на что не способны. А они вызвались первыми и наравне с молодыми ребятами чистили и носили мешки с мусором. Отметим, в мероприятии бок о бок трудились и те, кого пытались столкнуть лбами – пенсионер Сергей Никитин и Григорий Друмлевич. Наравне со всеми они таскали мешки с мусором и ветки. Я здесь нахожусь, как корреспондент газеты «Режевская весть». То есть нам интересно, что у вас творится на кладбище, какие у вас существуют проблемы, потому что наше кладбище, оно очень замусорено. У вас кучки мусорные, относительно маленькие по сравнению с нашими кучками. У нас просто кучище там. Думаю, что дело хорошее. Но бездействие местных властей на этом не заканчивается. Яркий тому пример ситуация, в которой оказалась Мария Сергеевна Воскресенская. Единственная живая жительница нашего муниципалитета, познавшая на себе трагедию блокадного Ленинграда. О том, что в Артемовском по улице Полярника в доме номер 23 проживает всеми забытая блокадница Ленинграда, выжившая в страшные дни голода, длившиеся 900 дней, телерадиокомпания «Альтекс Медиа» узнала благодаря ее заботливым соседям, которые не просто переживают за Марию Сергеевну, но и всячески стараются ей помогать. Кроме соседей, кто-то еще ходит, говорите? Соседей? А кто из соседей к вам? Все? Вот Светлана Ильинична ходит, ходят к Леновым напротив, живут тоже такие больные, как и я. Родом Мария Сергеевна из Псковской области. После смерти матери ее удочерила старшая сестра и забрала к себе в Ленинград. О тех годах войны, наполненных лишениями, голодом и страхом, Мария Сергеевна вспоминала со слезами на глазах. Счет разбомблено было все на свете. Я начала работать, мне еще 14 лет не было. Мы копали траншеи, чтобы это немцы туда попадали. И вот пока я опухла, уже потом у нас бригада была комсомольцев. Мы таскали на третий этаж бомбы тушить, воду в ведрах, песок. Ну, в общем, а потом, когда мы уже опухли, все стали падать, не смогли. Тогда мы уже лежали корсушком. Голодные, холодные. Голодали кирпичи. Было четыре кирпича, мы все съели. Два года назад, к юбилею Победы, по областной программе Мария Сергеевна узнала, что ей, как блокадница Ленинграда, правительством обещаны 100 тысяч рублей на ремонт жилья. Конечно, ветеран обрадовалась, но эта радость не была долгой. Ее зачислили умершей и никаких выплат, соответственно, не дали. В день чествования блокадников Ленинграда к юбилею Победы. На прием к губернатору приглашались все, кому удалось пережить это страшное время. Но Мария Сергеевна на эту встречу так и не попала. Ведь в область была передана информация, что в Артемовском таких людей не осталось в живых. Добиться справедливости, восстановив человека в живых, оказалось лишь половиной дела. На этом похождения соседей Марии Сергеевны не закончились. Светлана Кожевина решила обратиться за помощью к главе Артемовского городского округа Андрею Самочернову, питая ложную надежду, что он поможет. Я решила, думаю, пойду-ка я схожу к новому. Ей ничего, конечно, не говорила, чтобы ее не травмировать. Ну и сходила, пришла к главе. Он говорит, нет у нас денег, давайте вот так вот общими. Я говорю, ну пожалуйста. Я-то думала, ну дадут денег и наимем ей сделают. Глава Артемовского городского округа, как всегда, отмахнулся. Любимой фразой «денег нет». Сегодня Мария Сергеевна стараются помочь все, кто наделен совестью, состраданием и добротой. Простые соседи, некоторые депутаты – добропорядочные жители Артемовского. Но кроме власти она по-прежнему остается в стороне. Ни для кого не секрет, что в нашем муниципалитете не только автомобильные дороги, но и пешеходная зона – проблема насущная. Но когда речь идет о мостах, ситуация еще больше усугубляется. На ключах пешеходный мост находится в таком состоянии, что в пору задуматься о паромной переправе как более безопасной альтернативе. Редакция телерадиокомпании «Альтекс.Медиа» не раз освещала темы и помогала решать проблемы по обращениям наших жителей. На днях в редакцию обратилась Вера Сидорина, жительница поселка Ключи. Вера Васильевна, как и другие жители Ключей, обеспокоена не на шутку. Почему никак не начнется ремонт деревянного моста через городской пруд? Мост по возрасту долгожитель, и он буквально дышит на ладан. А внимания со стороны администрации к нему нет. Бетонный спуск к реке рассыпается в крошку. Чтобы показать, в каком плачевном состоянии после зимы находится сегодня сооружение, мы с Верой Васильевной отправились на место. Ремонт мостика никак не начнется от пешеходного перехода через городской пруд. И мы хотим, чтобы, ну как-то, может быть, ваша программа поможет немножечко решить этот вопрос. Потому что в этом году, в прошлом году так и не нашлось денег на ремонт. Нынче снова похоже на то же самое. Вы, житель Ключей, вы ходите по этому мосту регулярно? Регулярно, потому что у нас очень редко ходит транспорт. Вы были на собрании, у нас жители видели, как народ возмущается. В общем, если на Булнаш маршрутки идут через каждые 15 минут, то у нас если раз в час, то это хорошо. А когда маршруток нет, выходные, то это раз в два часа у нас идет транспорт. Конечно, народ в основном идет пешком через вот этот мостик. И поэтому, вот пойдемте дальше, посмотрите, в каком ужасном состоянии. Во-первых, он не подметается. То есть почему-то благоустройство у нас на него внимания не обращает. Никому. Вообще, вот посмотрите, это вот, ну как бы, 4 года назад. Вот результаты. Весной тут и гололедится, и все, что хотите. В прошлом году я написала заявление, когда в жилком строй, там ответственный, видимо, за вот эти все дела. Он даже сочетал количество досок, которые нужно сделать. Но денег так и не нашлось. Ребята, конечно, жилком строя, наверное, все бы сделали, если бы им профинансировали все это дело. Они вообще идут навстречу, и что могут, ну что в их состоянии, они все делают. Они говорят, все упираются в финансирование. Я каждый день хожу в больницу. Вот иду, знаете, видите, как иду. Я тоже каждый день. Вот, иду в больницу. Я вообще инвалид первой группы. И что? Ну что, вот, говорю, вот тут тоже такая дыра. Вот там, посмотри, как мозг в каком состоянии находится. Запнешься, войдешь, и все. А я вообще инвалид первой группы, каждый день хожу. И вот могу и не увидеть. Да. Была одна дощечка. Там у меня подвертываются. Была одна дощечка. Сейчас уже, смотрите, уже сколько? А вот за лето вообще... Это вообще какое безобразие. Тут, смотрите, кругом что делается. Никому ничего не надо. Добавим, что пока сюжет готовился к выходу, нам удалось донести эту информацию до администрации. Конкретно до Александра Миронова, начальника управления по городскому хозяйству и жилью администрации Артемовского городского округа. Там будут планируются работы по ремонту вот этого. И в том году ежегодно практически ремонтируют. Ну, я имею в виду и бетонные вот это, лестничные марши. И частично так восстановление там, где доски выбивают или вырывают. То есть есть такое. Будут, конечно, восстанавливать. Потому что это безопасность в первую очередь. Опоры, да. Сейчас у нас подрядная организация определена. Ну, то есть был проведен конкурс на обслуживание уличного освещения. И заявочку сейчас, заявкой принимаем данной организации. И она постепенно, так скажем, потому что тут какой-то был интервал времени, когда не было обслуживающей организации. Будут восстанавливать там, где светильники перегорели. То есть где вышли из строя, то есть будет осуществляться замена. Да, действительно, этот вопрос стоит. И с той стороны плохо освещено. И здесь при подъеме тоже как бы недостаточное освещение. В завершение выпуска к приятному, а главное – полезному. Далеко не каждый россиянин знает свою родословную хотя бы до четвертого колена. Однако те, кому не безразлична история своей семьи, малой родины и страны, лишний раз показывают, насколько важно знать, кем были ваши предки. Под кратким девизом «Семья и родина едины» в этом году вот уже второй раз село Миронова равнодушно распахивает двери, встречая День родоведа. Профессионалы и любители из Артемовского рижа Екатеринбурга, поселков Ревтинский и Байкалово в творческой обстановке собрались, чтобы поделиться опытом и обменяться последними новостями из областей краеведения и родословия родной Уральской земли. Фестиваль молодой, однако его программа в этом году еще плотнее и богаче. Участникам интересна не только историческая или фольклорная сторона жизни, но и духовная. Во время молебна в храме в честь святого великомученика Георгия Победоносца его настоятель, отец Николай Файзулин, предложил родоведам найти для себя небесного покровителя родословия. Завязался интересный разговор. «И Матфея, патриарху можете обратиться с прошением, чтобы, и патриарх это думает добрее, чтобы Матфей являлся покровителем, как бы небесным покровителем всех родоведов, которые занимаются родоведением. Потому что книга Евангелия от Матфея начинается именно с родословия». Не менее интересную экспозицию на фестиваль привезли сотрудники Артемовского исторического музея. Обновленную выставку «Забытая зимняя война» жители села Миронова и гости фестиваля увидели первыми. Новые факты, открывшиеся сведения о солдатах-земляках Артемовского района, которые принимали участие в сражениях Советско-финской войны 1939-1940 годов, заставили сотрудников музея еще пристальнее вглядеться в эту тему. К тому же из недавней экспедиции под Выборгом в Ленинградской области в нескольких километрах от места границы России с Финляндией сотрудникам Артемовского музея были найдены и привезены несколько подлинных экспонатов. Так называемая «Эхо войны» – тоже в своем роде биография народа, застывшая в предметах. Родоведы Артемовской земли, в свою очередь, презентовали коллегам-гостям с других территорий свою книгу «Гордимся, помним» об артемовцах, фронтовиках, героях Советского Союза, героях другой кровопролитной войны – Великой Отечественной. И все же начинкой фестиваля его главной изюминкой является фольклор «Следование своим корням». Такое обилие фольклора в городе – редкая штука, а вот на фестивале родоведов уже традиция. С большой любовью к малой родине, к народу, Мироновский клуб-музей объединил в своих стенах «Все творческие порывы в одно единое русло». «Все творческие порывы в одно единое русло». Это были основные темы, которые за эту неделю наша редакция выделила для освещения. Еще больше информации из жизни муниципалитета и региона вы подробнее можете узнать в наших эфирах на канале ТНТ утром с 8 до 8.30 и вечером с 19.00 до 19.30, а также на официальном сайте телерадиокомпании www.altexmedia.ru. В студии был Алексей Саламаха. Всего вам доброго. До свидания.